Добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. И сегодня мы разберем из недельного раздела под названием НАСО. Этот раздел в ТОРе самый объемный и не случайно. Обычно на недельного раздела НАСО выпадает праздник получения ТОРы. Рассмотрим мы параграф номер 5, который мы еще не рассматривали. И мы также не рассматривали параграф номер 7. Этот параграф очень объемный за счет того, что в нем 12 раз повторяется почти один текст о приношениях колен. Я думаю, что мы успеем рассмотреть все остальное, кроме повторения этого текста. Поэтому вот сегодня у нас на повестке в программе максимум. ПЕРЕК ЭИ, то есть пятый параграф, и из ПЕРЕК ЗАИН, из седьмого параграфа. Начало приношения первого из НАСИИМ и самое окончание. Что успеем, то пройдем. Так, ну вот мы с вами благополучно пережили праздник Шивот. В этом году практически не отличалась диаспора, то есть Худсларец от самого Израиля, потому что второй день выпал, второй день Шивот. В Израиле не отмечается, но отмечается Шаббат. А вне Израиля на Шаббат выпал второй день Шивот. Вот, разве что какими-то обычаями. Из-за этого будет разница в недельных главах теперь у Виаспори. А, вот оно как. Понятно, понятно, понятно. Ну хорошо, постараемся это пережить. Так, но пока у нас с вами одинаковая недельная глава, с вами я имею ввиду, с теми, кто Худсларец. Вот, и глава это носой, и мы с Божьей помощью начинаем, да? Так, хорошо. Прикажи сынам Израиля, и вышлют они из стана каждого царуа, царуа, царат, да? Да. Ну, обычно используется термин прокаженный. Я снова оговариваю, что это отдельная болезнь, которая чем-то похожа на проказу, но судя по описанию, это есть нечто другое. Это болезнь, которой сейчас нет, которую мы идентифицировать, соответственно, не можем. Вот, каждый пораженный вот этой болезнью, и каждого истекающего слова, текущий, мы разбирали в недавних главах тоже, имеется в виду человек, который вследствие болезни обладает какой-то нечистотой. И каждого нечистого ланафиш, по душе, точнее к душе, имеется в виду человек, который был в некоем контакте с мертвым телом, например, член похоронного братства. Так, прошу Гиммел прочитать одно. Так, из мужчин или женщин, и вышлите, отправьте, отошлите их. За пределы лагеря. Ну, тут речь о том, что израильтяне обитали в пустыне несколькими лагерями. Концентрических. Да, лагерь, так называемый лагерь Шхины, то есть где мешкан, собственно, храм переносной стоял, потом был лагерь левитов, а далее стояли лагерем уже, собственно, просто израильтяне. Вот, там, в зависимости от разных проблем, человека могли вышли за лагерь, там, просто из лагеря Шхины левитов или за лагерь вообще, за лагерь вообще. Да, да, да. Вот, ламахане, так, отошлите за пределы лагеря, михус ламахане, отошлите их. И чтобы еды не оскверняют, не оскверняют лагеря их, лагеря своего, в котором я обитаю в, внутри. В нем, да, среди них, точнее, бе-то-хам, множественные, множественные числа среди них, среди людей, да. Так, у меня есть маленькое подозрение, что вот этого тэ-шал-ху и тэ-шал-хума, это ниф-аль, то есть точный перевод был бы «будут высланы». Я не буду сейчас это проверять, потому что смысл от этого не меняется. Спасибо, Анна. Хорошо. А почему бы не ифиль, ишлиху, ишлиху, ишлиху? А, ишлих, ишлиху, да, вполне, 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 вполне. Но смысл в любом случае понятен, да? Спасибо, Анна. Теперь Далет, Тимофей у нас здесь, да? Тимофей, да. Далет. И сделали так сыновей Израиля, и выслали их за пределы стана, как сказал Всевышний Маше, так сделали сыновей Израиля. Спасибо, Тимофей. Так, тем, кто, может быть, еще не в курсе, маленькое такое объявление. Слова, которые я выделил зеленым фоном, входят в отдельный файл, который называется «Словарь». Я стараюсь ставить два файла, сам текст, который мы будем разбирать, и словарь заранее, иногда даже в пятницу. Но если не получается в этот раз, у меня получилось, только вот в воскресенье днем поставить. Но файл этот есть, и я рекомендую в него заглядывать. Обычно мне в этом помогает Анна, у нее это открыто, да? Хорошо, спасибо, Тимофей. Теперь «Хей» и «Вав» вместе, наверное, да, прочитает. Людмила у нас, Людмила появилась. Да. «Зайн», да? «Хей» и «Зайн», «Хей» и «Вав». Да, да. «Вэ Ашма Ханефеш Аги». Да, да. Говорил Всевышний Моше так, скажи, сынам Израиля, мужчине или женщине… Если, в данном случае «ки» означает «ес». Если будет у каждого человека вот этот тот хатат. Если сделает какой-либо из грехов хатат, да? Мужчина или женщина, если он или она сделает кто-то из грехов хатат человеческих, да? И здесь, да, «лим оль», значит, «ме ила» – это отдельная такая статья кодекса. Это использование святого в несвятых целях, даже если вследствие этого никакого ущерба не приносится, не нанесено. Но, допустим, известно, что вот в этой чаше ровно один, ну, скажем, чего… Мера веса какая-то, да? Зерна. Мне нужно отмерить, скажем, столько же, такое же количество, ну, скажем, оливкового масла, да? И я использую вот эту святую вещь в качестве гири весов. Вот. Это не следует. Это делать не следует. Это называется «ме ила». Мааль. Я взгляну сейчас, минуточку. Профаный как-то переводится на русский, да? Нет, в данном случае имеется в виду человек, видимо, поклялся когда-то, речь идет, поклялся когда-то именем Всевышним в суде, что он там чего-то… его обвиняли в том, что он кому-то нанес ущерб, а он поклялся, что он не сделал. А потом через какое-то время его стал заедать, видимо, совесть, и он все-таки таки решил признаться. Так вот, значит, вот тут сказано, что да, человек признается, то вот пускай как он должен теперь возместить ущерб, когда его через какое-то время признается в этом. Ну, хорошо. Вот это слово все означает, всю эту историю. Ну, и ладно, да, ну вот сейчас посмотрите, посмотрите. Ну, словарь дает очень простое значение – злоупотреблять. Да, злоупотребить, да, злоупотребить Всевышнего. Лемоль, лемоль, мааль – это вот как бы… Злоупотребить, злоупотребление, да, в отношении Всевышнего, да? И ашма. Ашма, ашем, да? И будет виновен. А будет виновен душа его. Душа, да, это душа. Вот это душа, ага. Имеется в виду человек, да. Да, Людмила, спасибо, спасибо, правильно. Вот теперь зайн вегит ваду. Так, у нас суша теперь. Суша. Довольно, наверное, сложно им будет. Вегит ваду. Вот это же слово. Вегит ваду и признаются. Как виду, но есть виду и молитва. А, покаянная, то есть и покаятся тогда? Да, исповедуются, признаются в грехе. Так, и те, кто, которые сделали грех, согрешили, так, ваикшив. Грев и сознаются в грехе, которым они согрешили. Так, да, хорошо, как мы говорим, в голове своей или в начале? Нет, берушон на голову свою, да, вейшив, да. Ашимо, ашимо, это вину его. Возьмут на себя, видимо, на свою. Они примут свою вину, как бы, да, признаются и примут. Так, да, вот это вот что такое? Хамишито – это одна пятая. Так, Йосеф. Йосеф, Аллаф, прибавят к нему. И прибавят, так, и дал, как это? И дадут. Ла-ашер а-шем-ло. Дому, перед кем он виноват. Перед кем, а, да. Да, 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 нет, конечно же. В отношении к кому? Виноват к кому? Да. Перед кем провинились? Да, да, да. Стандартная ситуация, да, скажем, я покупал один гвоздь, а у меня, значит, оказалось в сумме два гвоздя. Один гвоздь лишний попал туда, ну, допустим, я не знал как. Должен ли я вернуть этот гвоздь? Ответ – должен, так. А если, значит, я знаю, как он туда попал, если в этом есть моя вина, то я должен к этому лишнему гвоздю прибавить еще одну пятую часть гвоздя. Причем есть мнение, что одна пятая не от гвоздя, а так, чтобы от всего того, что я возвращаю, вот это дополнение было одной пятой. То есть не 20%, а 25%. То есть гвоздь с четвертью. Вот эта вот дополнительная четверть будет пятой частью всего, что я отдаю. Я отдаю гвоздь с четвертью, то есть пять четвертых гвоздя. Значит, вот эта вот часть, которую я добавляю, есть мнение, она должна быть одной пятой от всего того, что я добавляю. Так. Да, спасибо. Спасибо, Шуша. Правильно. Шуша знает, что если ей досталась фраза, то она будет словно. Это... Да, но сегодня это... Это хорошо. Значит, хорошо. Так. Хэт, чей? У нас Марина есть еще сегодня. Марина, прекрасно. Замечательно, да. Попробуем перевести, да. Если нет, то у человека никакой наследника. Буквально искупающего, искупителя, насколько я помню, да. Ну да, ну вообще наследника имеется в виду, да. А так и да. Да, 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 да. Буквально, да, выкупающего. А так нам нужно. Чтобы отдать... Чтобы отдать ему вину. То есть имеется в виду вот тот гвоздь, который лишний, да. Так. То тогда Га-шам. Это вина. Да. Га-шам будет отдан кому? Отдан Всевышнему. Да. Да. То есть Всевышнему, очевидно, гвоздь не нужен. Но гвоздь будет отдаваться кое. Так. Миллад. Это помимо чего? Айль. Ага, кипурим. Помимо... Айль... Айль... Барант. Кипурим. Искупление. Искупление, да. Который... Который... Он... Ну... Искупит его. Да. Да. За... За... Само наличие греха. Да? Так есть. Спасибо. Опять же, Раши пишут, что трудно представить еврею, у которого нет родственников. Вот. Поэтому речь идет о не евреи, а о Празелите, который действительно мог не иметь родственников, и во всяком случае родственников, и незаконных родственников евреев, которые... Единоверцев, поэтому вот и Коэну... Ну, то есть Раву Ильягу, то есть полагается. В случае чего, несите ему лишние гвозди. Да, да. Ага, хорошо. 20-30. Так. Так. В... Да? Так что Раву Ильягу у нас Коэн, так что вам не лишние гвозди. Ой, да. Ну, хорошо, хорошо. Гвозь пригодится в хозяйстве. Даже гости отвертю. Так. Эээ... Хорошо. Тед, очевидно, мой... Так, у нас есть еще Валерия. Да, Валерия у нас сегодня первый раз. Валерия, если у вас есть желание читать, включите микрофон. Вот. Если вы не включаете микрофон, значит, вы только слушаете. Мы можем вам дать почитать, мы можем дать почитать и перевести. Вот. Либо оставить вас в спокое. Милости просим. Так. Эээ... Марина, Людмила, Шуша, Тимофей, Анна. Так. Тогда я... Лаше, тьвы, да. Да. И читаю я тет. Вехоль трума, вехоль кодышей бене Исраэль, ашер я криво лакоген ло ги ги е. И всякое возношение, тума слова, ле арим, да, ка всем святым буквально, ка всем святыням сынов Исраэля, которые принесут, точнее, приблизят к коэну, ему это будет. То есть, гвоздь с четвертью действительно остается коэн. Так. Хорошо. Спасибо. Так, Анна. Юд, пожалуйста. Так, подождите-ка, мы какой юд, по-моему, да, сейчас? Да, да, да. Хорошо. Ва иш эт кодшо ло игаю, иш ашер ию, иш ашер и тэн лакоэн ло и е. Так. И, ну, человек, у которого посвящение, имеется в виду, посвящение каждого человека, ему будет. Мы имеем в виду, видимо, коэну. И человек, который отдаст что-то коэну, ему будет. То есть, для коэна это будет. Видимо, в личную собственность, то имейте в виду, кому, может быть, это собственность храма или собственность коэна. Нет такие собственно коэны. Так. Прелестно. Спасибо. Юд, Алиф, Тимофей и Юдбет, конечно же, вместе. Да, 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 хорошо. Вэдабэр ашэм эль маше лэмур. И говорил Всевышний Маше, говоря. Дабэр эльбный Исраэль, вэ амата, элэйгем. Иш, иш, ки, киште, ишто? Киште. Ки, 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 ки слово «свотописцы» не через «син», а через «самых». Это совершенно нормально. Эти буквы взаимосвязаны, они взаимозаменяемы. Да. В данном случае мы можем перевести это как «заподозрит» или «взревнует» жену свою. Нет, подождите, именно речь в виду именно «совратиться». То есть, про ревность там дальше будет идти речь. А это именно в виду жена, которая именно таки да «совратиться», а не то, что там что-то им поможет. А, то есть «тис тет». Которая уже впадет вот в это состояние «сота». То есть, что она вроде бы может быть согрешила, но доказательств нет. Поэтому муж хочет ее проверить. А, то есть, вы это понимаете так. Человек, что жена его, такой человек, жена которого «совратилась», это вы хотите понять. То есть, глагол «тис тет» относится к человеку, к жене. К жене, да. Ага, да, верно, верно. Ну, тис тет, тет, тет же, значит, в собственных этапах. Конечно, конечно. Это форма либо третьего лица женского рода, либо во втором лице, во мужском роде, это второе лицо. Значит, здесь это правильно, здесь это переводится так. Да, что жена его «совратилась». Так, это что? Так, ну и как-то нарушится вера. Так, ну и нарушила, и изменила ему измену, вроде, типа того, получается. А, Алла, это в данном случае как измена, да? Ее, измена ее, ему, в общем, изменила ему измену, короче. Изменила ему, изменила в нем буквально измену. Ага, вот как. Ну что же, правильно, правильно. Так, верно, Тимофей, еще не так бывает. Сейчас еще покруче все будет. Ют Гиммел, это Людмила, да? Это Людмила, да. Да. Людмила, вы тут? Так, ну не знаю. Ну, давайте следующий по очереди, да? Так, тогда Шуша пускай, а Людмила, если придет, то, значит, мы тогда следующий, следующий пойдем. Хорошо, хорошо. Я тут, я тут, я тут. А, Людмила здесь, да? Ага, давайте. Ну дайте я пропущу, у меня что-то странно. Я нас тогда после. Так, итак, Ют Далит у нас Шуша, да? Нет, Ют Гиммель, подождите-ка. Ют Гиммель? А, конечно. Вашкаф, Иш, Ита, Шкават, Зара. Зара. В Нелам. Мэй ныні. Иша. В Настера. Нистера. Нистера. В И Нитмага. В Ад, Эйн, Ба, В У, Ло, Нитсаша. Нитпаса. 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 Да, и еще вот здесь важно, вот здесь слово Аэда. Это свидетель, да? В Эд надо говорить. Нет, Ада, Аэда. Да, конечно. Да, сейчас. У меня как-то получалось убрать вот эти дурацкие подчеркивания. Вот как-то мне удавалось это сделать. Надо войти в тем, где у вас определяют какой язык, в определение языка. И сказать им. Я понимаю. Отменить проверку. Но это дело не так просто. Но давайте тогда не сейчас этим займемся. Правда. Тем более, что мне нужно помнить теперь. В А Шаха. Ой, вообще не видно. Это я. Вы оставьте его, Бог с ним. Как это сказать? Который и ляжет с ней человек? Да. Да. И ляжет с ней буквально. Имеется ввиду. По смыслу. Совершить некое действие. Да. Дашихвадзера. Лежанием семьи. Буквально так. В НЛА. Как это? И исчезнет. Скроется. Скроется, да будет сокрыто. На Эйдей. По моих. Это женщина. Да. Вот как раз. И что здесь нет. Вот такое слово Иша. И это означает ее муж. Дело в том, что слово Иша. Женщина. И что это? Без ю. Да. И вот точка в букве Гэй. Мапик так называемый. Показывает, что это ее муж. Муж ее. Так. Искрыто будет от глаз мужа ее. Ее. Мистер. Мистер. Это на что? Мистер сокрытый. А как? Стерпаним. Так. И будет сокрыто. И она. Так. Вегин нитмаа. Не про назву сказано. Она осквернилась. Так. И не будет свидетелей тому как бы. Ну или в этом. И он не так. Нитпаса. И она. Ой, слыха. И она. Да. Не нитпаса. Что это такое? Сейчас я взгляну. Ну. Топаста. Ну. Схватить. Понимаю. И она не будет на поличном. С поличным. С поличным она не поймана. Да. То есть нет свидетелей. Это все произошло. Но нет свидетелей. И также. Ну. Не поймана она при этом. Да. Раша объясняет это несколько иначе. Что это не тот случай. Когда она была изнасилована. То есть она имела сношение с кем. А. Точно. Точно. С кем-то. Помимо ее. Силой заставили. Точно. Да. Этот случай рассматривается особо. Об этом тоже сказано. Так. То есть. Это не тот случай. Когда. Она. Когда она была приглашена. То есть она добровольно. Дошла до такого. Скажем так. Так. Я не ошибаюсь. Мне кто-то лег. Как. Я согласна. Так. Спасибо, Шуша. Замечательно. Ют Далет. Очевидно. Марина. Давайте Марина. Если Марина здесь. То значит Марина. Здравствуйте. Вэ авар. Алав. Руах. Вэкин а. Вэкин а. Это. Асито. И что. И что. Это что. Вэкин а. Вэкин нитма а. Вэкин нитма а. О авар. Алав. Руах. Кин а. Вэкин кин а. Кинэ. Кинэ. Это. И что. Вэкин нитма а. Нитма а. Да. Верно. Кин а. А ревность. Ревность. Очевидно. Ну есть. И в хорошем смысле. Да. Например. Ревность за. Бога. Как у Пинхаса. Но здесь имеется ввиду. Ревность мужа к жене. Вэ авар. Алав. Руах. Кин а. И найдет. И взошел на него. Буквально. Дух. Ревности. Вэкин. Это что. И. Кинэ. Возревновал. Возревновал. Он. Душу. А он. Жену. Свою. Да. Вэкин нитма. А. Она. Она. Свернилась. Она. Свернилась. Или же. Авара. Лавруах. Кин а. Сошел на него. Да. Да. Вэкин нитма. Вэкин нитма. Вэкин нитма. Вэкин нитма. Интересное кино. Вэкин нитма. Она не осквернилась. Она не осквернилась. Да. Откуда же ему знать. Специфика этого греха заключается в том, что о нем, в всяком случае, как раньше считалось, никому, никому не становится известно. Да. То есть, допустим, понятно, что вор тоже не желает, чтобы его кража была кем-то замечена, кому-то известно. Но в этом отношении тут наверняка примут меры к тому, чтобы никто не догадался. Но, значит, кто знает об этом? Сама совратившаяся жена. Да. Ее, что называется, прелюбодей. Да. И, естественно, Всевышний. Да. Который знает все. Ни он, ни она не скажет. Но вот что касается Всевышнего. Ему предоставляется уникальная возможность, да, показать, указать, как вообще все это, было оно или нет. Спасибо. Тут еще такой, тут еще момент такой, почему муж найдет дух ревности, а вроде же, наверное, может быть, и не виновата. А поскольку кто-то видел там, что она с чужим мужчиной где-то там оставалась наедине. Какая-то была такая ситуация пикантная, допустим. Или она вообще ведет себя как-то не очень скромно, допустим, подмигивает, кикетничает. Дартует. Что-нибудь этот кредит. И кто его знает, чего он врагает. А что у нас? Так, у нас Людмила у нас с микрофоном. Может быть, это следующий текст, кусочек. Да, Тет-Вав, наверное, да? Да, Тет-Вав, да. Я подвину. Так, а теперь картинка. Сейчас закрыл. Вэгиви гаиш это что? Эль гако коэн вэгиви эт карбана алэ ассирит хэйфо кэмах. Прямо на этот курсор, прям он меня задевает. Сеорим ло ицок алаф шэман вэло итэн алаф ливона, ливона, ки минхат кэнот ху... Кэнаот у минхат зи корон маскэрот авон. Авон, да. Переводим. И принесет мужчина, а приведет мужчина женщину к коэну и приведет, и принесет жертву она... Ее. Корбана, ее жертву. Жертву аллейха на нее. Жертву ее на нее. За нее. А за нее. Да. Какова же эта жертва? Ассирит хэйфа. Десятая часть эйфы. Муки тонкой муки. Сеорим это как раз ячменная мука. Это мука грубая. Не... Йоцек. Не возольет. Йоцек это возливать. Да. И не даст ему... На нее буквально, да. А на мужской род же Аллах. А, на него, на него, да. На корбан. Да. А, на жертву, да? Да. Лебона. Лебона. Белый. Нет, нет, нет. Благовония. Типа у нас переводят как Лада, но благовония. А, благовония, либо жертва Минха. Да, Минха, да. Кин Кнаут. Ревности. Да, да. Это здесь. Либо это жертва ревности, да. Минхат Зикарон. Жертва памяти Зикарон. Да. Поминовение, да. Поминовение. Маскарит Авон. Поминание, да. Воспоминание греха. То есть, поминание греха. То есть, это жертва, да, которая упоминается. За что она? Верно? Верно? Да. Спасибо, спасибо. Все правильно. Тет Зайн. Теперь вы. Все в Рыбе все прочитали. И крив. О, Таха, Коген. Ве Эміда Лифней Гашем. Опять. Давайте дальше почитайте. Ну, давайте дальше, да. Сейчас переведу. И приведет ее Коэн. И поставит ее перед Всевышним. Ве Лакаха Коген Майим Кадушим. Би Хали Херес. Умин Ха Афар Ашер Игие. Бе Карка Ха Мишкан. Йиках Акоэн. Бенатан Эль Хамайим. И возьмет Коэн воды святой. Из сосуда глиняного. И от не пепел и не прах. От праха, который будет на земле. Ну, в данном случае, упомянув Мишкан. Мишкан переносной храм. Поскольку там пол был земляной. А как же в храме, допустим, Соломона, где пол был вымощен плитами. Одна плита поднималась. И земля бралась из-под нее. Вот, наверное, поэтому здесь указаны именно Мишкан. Возьмет Коэн и даст в воду. То есть в эту воду. Он добавляет что? В землю. Ну, я думаю, хватит для меня. Теперь Ютхэт, пожалуйста. Страшное дело, да. И поставит священник, женщину перед Всевышним. Вот этот вот пара. Это, по-моему, распустит ей волосы. То есть снимет с нее волосы. Да, и приведет в беспорядок. И даст в ее руки вот этот вот Минхат, памятный дар ревности. И в руке Коэна будет вот эта вот специфическая вода. Амэй, амэмарим, вода горькая, амэмээрарим. Проклятие наводящее. Ара-ра, это ару-ра, это же проклятие. Да, да, совершенно верно. Наводящее проклятие. Тут фишка-фишка-то еще в чем? Считается, что женщине надо было перед тем, как такое испытание подвергнуть, ее надо было все-таки как бы не доводить до этого. Потому что, ну, это было, на самом деле, реально опасно. Да, да, да. И погибнуть от этого. Поэтому надо было заставить ее признаться раньше. Поэтому ее водили с места на место. Еще вот смущали там, распускали волосы. Там как-то запутывали. Несколько раз спрашивали, переспрашивали. То есть чтобы она уж, ну, если она вжет, то она бы, это бы ее смутило бы, она в конце концов призналась бы. Угу, угу, да. А это развело бы к помилованию, вот если бы она призналась. Нет, ну, там институт, чтобы она воду эту не пила. Потому что вода, тогда это реально работало. То есть она, на самом деле, изменила мужу. И она это выпьет. Она там, ну, там дальше описано, что с ней произойдет. Она там или станет там каким-то там инвалидом, или вообще может умереть. Поэтому она признается в грехе, да. И ее, она просто разведется, ее разведут с мужем. А, и все на этом, да? Ее не закидаются. Ну, если она подействовала, да, то, по крайней мере, у нее шанс остаться в живых. А если она не сознается и доводит дело до вот этого испытания, то плохо дело. Понятно, понятно, спасибо. Так. Так, Анна, благодарю вас. Теперь Ютет чей? Теперь Тимофей, Тимофей. Тимофей, да. Хорошо. Ютет. Тимофей, 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 МИМЕЙ АМАРИМ АМАРАВИМ АЭЭЛЭ. Ага. И заклянет ее уэн, скажет женщине, если не лежала... Лежал человек, да. Да, если не лежал человек. Да, если не осквернилась, не совратилась с осквернением под мужчиной. Да. В отношении ИШЭХ это твой муж, да? То есть, если... Не изменила я смысл, да? Так? Да. Не изменила мужу. Так, ИНАКИ, МИМЕЙ, не пострадаешь? И, да, слово НАКИ. Ты будешь чиста, очистишься. Имеется в виду и от позорения тоже. МИ, МИМЕЙ АМАРИМ АМАРАВИМ АЭЛЭ. А то воды горькой... И наводящей проплятию. То есть, она тебе не повредит, эта вода. То есть, ты выпишешь, и будет нормально. Да, да, да. Как куриный бульон, не повредит. Спасибо, Тимофей, все правильно. Так, Людмила у нас, Людмила, здесь. Да, слушаем. В ЭТ КИ САТИТ ТАХАТ ИШЕХ ВЕ ХИ НИТМЕТ ВА ИТЕН ИШ БАХ ЭТ ШЕХА ВТО МИ БАЛАЙ ДЕЙ ДЕЙ ИШЕХ, 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 ИТЫН, Ну, АТ, это обращение к женщине. Если ША, ПАРДОМ, САТИТ, То есть, если ОСКВЕРНИЛОСЬ, Да, так мы это переведем. СОВРАДИЛОСЬ, да. СОВРАДИЛОСЬ, ТАХАТ И ИШЕХ, да. Под мужем твоим имеется в виду, что в отношении мужа был совершен грех, Да, измены, ВАХИ НИТМЕТ, то есть, ОСКВЕРНИЛОСЬ, ИДАЛ МУЖ... ВАЙИТЕН, ВАВ, переворачиваясь в будущее время, прошедшее. ИДАЛ МУЖ тебе... ИДАЛ ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛОВЕК, МУЩИНА, ВАХА, КТЕБЯ, ШИХВАТО, ЛЕЖАНИЕ ЕГО, да. Что за мужчина? То есть, не муж, а другой человек, да? Да, да, да. МИ БАЛАДЕЙ ИШЕХ, КРОМЕ МУЖа ТВОЕХ, да. Муж имеет на это право, а другой мужчина, естественно, нет, да. То есть, сделал это кто? Мужчина ИШ, МИ БАЛАДЕЙ ИШЕХ, КРОМЕ КАК МУЖа ТВОЕГО, да. А это как бельти, да, вот это? А тамайн какой-то? Есть. Нет, нет, это... Сейчас я посмотрю, что-то я находил в словаре. Сейчас, минуточку. Ага, 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 так. Так, МИ БАЛАДЕЙ КРОМЕ. Да, нет, я не нашел. Я не нашел в словаре, откуда это образовано. Ну, БИЛЬВАД, там ведь другое, да, какое-то... БИЛЬВАД там есть, даже есть, действительно, да. БИЛАДИ, ну, Анна, например, это произведет за слово... А вот, БИЛЬАДИ исключительно эксклюзивный. Ага, да. И, по-моему, в арабском это, значит, родина, да? Да, БИЛЬАД это родина, да. А БИЛЬАДИ, соответственно, моя родина. Ага, понятно. Неприличное слово. Ну, что же делать? То есть, муж как родица, практически, да? Нет, здесь это вряд ли. Здесь, скорее всего, Аммония. Как родину не выбирают, так, получается, и мужа не выбирают. Нет, нет, имеется в виду, тут исключительно, то речь идет о том, лежал с тобой мужчина, некий МИ БАЛАДЕЙ и ШЕЙХ, кроме исключительно мужа твоего. То есть, некий мужчина, помимо мужа. Любой другой. Понятно, да, да, да. Да, страшная история, страшная. Ну, так, а не надо было безобразничать, вот, женщины. Правильно, да. Тебя посудят, а ты не воруешь. Ты не воруешь, да. Так, тебя напоят, а ты не гуляй. Так, КАФ, АЛЕФ, очевидно. ШУША. А, вот, хороший тоже, хороший отрывок опять остался. Да, повезло. Ну, ладно, с Божьей помощью ВГИШБИЯ, АКОЕН, ГЭТ, АЙША, БИШВАТ. ШУВАТ. БИШВАТ. АЛЛА. АЛЛА. ВЕ АМАР. АКОЕН ЛІША, ИТЕН, ГАШЕМ, ОТАХ, ЛА. ЛЕ АЛЛА. 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 ВЕ ШУАТ. ВЕ ТОХ, АМЕХА. О, АМЕХ. 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 БИТЕТ, АШЕМ, ЭТ, ИРАКЕХ. НИФЛА. 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 ВЕ ЭТ. ВЕ ЭТ. ВЕ ТНЕХ. ЭТСАВА. ЦАВА. СТРАЖКИВАТ. АМЕХ. НУ, ЧТО ТАКОЕ. ВЕ ХИШБЕ. АМЕХ. 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 КЛЯТВА. ЗАКЛЯТВА. КЛЯТВА. ЗАКЛЯТВА. ЗАКЛЯНЕТ. ЭТУ ЖЕНЩИНУ. ЗАКЛЯТВАЙ. АЛЛАХ. КЛЯТВАЙ ПРОКЛЯТИЯ. КЛЯТВАЙ ПРОКЛЯТЬЯ. И скажет коэн женщине. Так, как сказать, дашь? Даст, да-да-да, даст Бог тебя к этому проклятию. Как это сказать? И к клятве бетох амех. Предаст тебя Всевышний клятве и проклятию В среде народа твоего Будешь ты таким Уроком Притчей во языцах Есть очень интересная форма Может быть Шуша и догадается Что же это за слово там зашифровано Бетет Я подскажу шушу Вот если бет Заменить на более привычный нам Ламет То получится Сейчас секунду Я объясню Это одна из четырех форм Неабсолютного инфинитива Который мы легко можем Переводить То есть давая тем Что даст Всевышний Через вот это действие Да 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 Вот Точно Да Яркэх Яркай Это мы знаем По курице в супере Да Какая часть курицы Называется яркай Бедро фактически Да То есть бедро твое Нофэлет Да Апавшим Как это Ну нафалят Ападать да По идее Да 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 И бит Нех И живот твой Так Сова Здесь вспухший Да Живот вспух Это вот С ней случится Через проклятие Которое Приходит Таким образом Да То есть Ее вот так же Клянут И бог Устроит ей Вот это Да Что с ней Произойдет И уже На виду У всех Это уже Не скроешь Что называется Интересно Что вот это Слово Нофэлет Заданно Перед Читается В точности Как телефон Да Спасибо Шуш Все правильно Все правильно Дай бог Не про нас С вами Так Каф Бет Очевидно Не про вас Точно не про вас Ну да Ну да Вы же опять Таким Можете быть Но Говорится Говорится Что То что Происходило С женщиной Одновременно Параллельно Происходило С ее Прелюбодеем И тоже На виду Всех То есть Это было синхронно Хоть они были В разных местах Есть Есть такой Комментарий Было ли так Всегда Или иногда Я вам сказать Не могу Вот Но Таким Таким Неприятным Так Этот фильм Где находится Но филет Это про это слово Как раз Да Конечно Конечно Очевидно Я читал Тору И Пришел Да Пришла к нему Идея снять Вот этот фильм Я все думаю Откуда они Это взяли Понятно Да Так Вот Про бедро И про живот Мы прочитали Слушай Теперь Марина Теперь Марина У нас Марина Прошу Подождите Ну не подсказывайте Марину Пускай Войдут Ну Вовнутрь Да Во внутренности Твои Для того Чтобы Для того Чтобы Расположил Да Взнуть Это Да 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 И Буквально Опасть Дать Опасть Ярых Беду Жамрагайша Исказала Женщина Исказала Женщина Амэн Амэн В смысле Да будет так Да будет так Да Совершенно верно Спасибо Марина Теперь Кавгим Теперь Вы Теперь Я Да И напишет Коэн Проклятия Эти Так Ну буквально В книге имеется ввиду На свитке То есть на пергаменте И сотрет В воду Горькую То есть Пергамент На котором Написан Весь этот текст Включая имя Всевышнего Должен быть Стерт И добавлен В воду Потому что Мы не рассматриваем Случай А давайте Немножко его Обговорим Если муж Возриновал Женщину Напрасно И она Потерпела Эти унижения Из-за своего Мужа Деспота Не будучи Виновной Такой же Тоже возможно Так И Так И что же Тогда произойдет Ну может быть Она нам скажет Пару слов Ну там дальше Будет Дальше будет Что с ней Будет Все будет хорошо Там наоборот Даже будет Все очень даже хорошо Да Тогда Тогда мы это Оставим Пока Сейчас То есть Ради мира В семье Чтобы Мой Более Не реповал Всевышний Даже велит Свое Святое Имя Стереть И Выпить Так Вот что я Хотела сказать Кав Далит Пожалуйста Чей Мой Прошу вас И Напоит Вот этот Ну то есть Даст Выпить Коэн Женщине Воду Горькую Проклятие Наводящую И Войдет Она Вода Войдет В нее Амам Вот эта Вода Амарарим Вот это Наводящее Проклятие Для Для горечи Или станет Горькой Вот как-то так Да Ради горечи Верно Да То есть Она только Для этой Женщины Будет Горькой А для Любой Другой Человек Если бы Ее Выпит Ему Ничего Естественно Не сделать Ну а Зачем же Ее пить Эту воду Другому Человеку Ну По ошибке Вроде бы Так Хорошо Спасибо Анна Так Велаках Тимофей Да Так Велаках Акоин Мият Айша Эт Менхат А Кнаот Вениф Эт А Менха Лихна Ашен Вейкрифута Эль А Мизбэх Так И возьмет Коин Из руки Женщины Менху Проношение Да И Так Очищающая Или нет Ревности 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 Да Подношение Ревности И проведет Подношение Перед Всевышним И приблизит Мне его На Жертвник Да Да Так Чудесно Спасибо Людмила Теперь Кафа КамАЦ ВЕ КАМАЦ ВЕ КАМАЦ АКОЭН МИН АМИНХА ЭТ АСКОРТА ВЕ ХИКТИР ХАМИЗБЭХА ВЕ АХАР ЯШКЕ ЭТ ХАЙША ЭТ АМАЮ И Это КАМАЦ Не помню КАМАЦ Это Возьмет Горстью КАМЦАН Это ЖАДИНА КАМАЦ Называется Звук А Голословка Для А Когда РОП Не раскрыт В отличие от ПОТАХ Полностью То есть Явно Такой А Короткий А Более Долгий Звук Немного Приближенный К О То есть По идее КАМАЦ Мы должны были Читать не как А А как О Что-то Наподобие Этого То есть Губы Немного Сжатые А здесь Имеется Ввиду Горсть Получилось Два Звука Потом В результате КАМАЦ 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 Просто КАМАЦ Если Мы возьмем Ашкеназов То Они Тут Тоже Немного Напутали Я Слышал На самом Деле Правильное Чтение Огласовки КАМАЦ У Персидских Евреев И Может быть Есть еще Какие-то Группы Может быть Еминские Таймацы То есть Всегда Одинаково Они читают КАМАЦ Не КАМАЦ КАТАН И просто КАМАЦ Давайте Почитаем Все-таки Интересно Весьма Правда Возьмет Горсть Коэн Из Из Приношения Да Вот этой Памяти Да Да Ее Хектир Хектир Мазель Воскурит Да Воскурит На жертвенник И После Яшка Даст Выпить Напоит Женщину Этой Водой А вот У меня В голове Осталось Что там Как-то Пепел Красной Коровы Участвует Или я Напутал Это Другая Это Другая История Ну Надо Сказать Что Есть Некоторая Аналогия С тем Что Моисей С Золотым Тельцом Он Его Растер В прах Несмотря На то Что это Было Золото Метал И дал Выпить Людям Имеется Ввиду Что Как Вот Эта Вода Не Наносила Вреда Женщине Не согрешившей Так Она Соответственно Не Воздействовала Никак На людей Которые Не Участвовали В строении Тельца Вот Те Которые Участвовали И было Предупреждение И были Свидетели Их Должен Был Наказать Земной Суд Но Были Такие Которые Участвовали Без Свидетелей Да Либо Не Имелось Предупреждение И В таком Случа Суд Земной Над ними Не властен Но Суд Небесный Как и Да И вот Такие Люди От того Что они Выпили Воду Которая Был Добавлен Растертый Вот этот Телец Они Умирали По Приковору Небес Вот Такая Аналогия Есть Спасибо Так Шуша Шуша Опять Хороший Кусочек Это Какой Кавзайн Кавзайн Такая Нифла, Ирка, Итна, Айша, Лала, Бекеров, Амма. 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 Это вот про плохой случай. Так, что такое? Да, это Амма. Выпила в данном случае. И выпьет воду. Так, и будет нечиста, так что ли, можно сказать? Так, и будет, если им нитмаа. А если она согрешила, да, скажем? Да. Грех на этой женщине? Ну да, то есть она... Изменила измены против мужа, да. Так, и то придет к нему, это горькая вода. Вода продлежащая для горечи. Что это? И бедра ее опадут. Нет, и живот опадет. Живет, живот. Живет, живот, живот, пардон. Взнуется и опадет. А бедра ее, значит, опадут. Вот как там было. И будет она как-то проклята в среде народа. Да. Страшная штука. Да, правильно. Не греши. Есть целая песня у Кароленко про это. Больше не греши. Да. Спасибо, спасибо. Спасибо, Шукша. Каф, гей. Так, чьем? Марина. Марина. Так. Так. Ва имело нитмеа гайша от мурак. И ва нитка ве низра сара. Угу. Если же не сквернилась жена. Да. Нитка от слова наки. И очистится. Очистится она. И зачнет буквально семя. Имеется в виду теперь уже от мужа. То есть, если она была бесплодна, а муж напрасно ее ревновал, и она потерпела унижение просто из-за деспотизма его характера, да, то заслугу этого Всевышний даст ей плодовитость детей. Рашид даже пишет более подробно. Да, спасибо, спасибо. Если были только девочки, будут мальчики и так далее. Если да, да, слабые. Если она рожала с тягостями, она будет рожать легко. Все шикарно. Легко и приятно, да? То есть, не следует понимать, что вот если ты муж и хочешь сделать добро жене, чтобы она не страдала родами, то возревнуй ее напрасно. И тогда заслуга этого будет так-то и так-то. Нет, это не работает, очевидно. Так. Так. Теперь. Кафтет, пожалуйста, чей? Ваш. Мой Кафтет, да. Вот учение о ревности, которую, ну вот я не знаю точно, как перевести. Сота. Ну, при совращении жены против мужа против вас. При совращении жены против мужа ее, да, и осквернилась она. Вот мы видим разницу между словом «иша», которая женщина, и «иша», которая муж ее, да, женщина от мужа ее. Но «венитмаа» и осквернилась. И чуть-чуть у нас осталось. Ламит, пожалуйста, Анна. О, иш, ашер, тавор, алаф, рох, кин-аа. Вэ кин-аа – это что? Вэ хээмид, аиша, лихнея шэмва аса, ла куэн, эт коль атора азот. Либо муж, на которого нашел дух ревности, и возревновал он жену свою, и представил жену свою перед Всевышним, и сделает ей коэн все, все вот это, учение это, учение по всему этому правилу. Согласна, да. Согласна всем. Согласна этому правилу. Да, да, да. Спасибо, Анна. И вот последний с тема вообще осталось, да? Да. И чист будет мужчина от греха, и жена, она понесет грех ее. Тиса эт ауна, да, да, да. Понесет свой грех. Так, спасибо, товарищи. Вот я думал, но надежды у меня было немного, что мы успеем пройти еще вот этот кусок, но он достаточно большой, поэтому даже и не будем начинать. Время у нас уже вышло. И просто обратите внимание, что вот в седьмом параграфе вот этот текст, который описывает приношение, ну, в данном случае Нахшон бен Аминадав из колена Иуды, он повторяется практически одинаково, 12 раз к каждому колену. И напоминаю вам, что принято вот этот отрывок о приношениях пыла в колен читать еще и не хамки. Ну, сегодня мы не будем это разбирать. Всем большое спасибо. Вот. И теплого лета. Теплого, но не слишком жаркого. Счастливо. Счастливо всем. Всего доброго. До новых встреч. Всем счастливо. Пока. Пока. Счастливо. Продолжение следует...